Наверное, всем нам хочется порой быть сведенными с ума. Но вряд ли в прямом смысле этого слова. Давайте поговорим о том, возможно ли свести с ума человек. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу виртуальную кофейню. Сегодня у нас крайне интересная тема, но, более того, эта тема может для кого-то сегодня оказаться жизненно необходимой. Возможно, вы слышали такой термин «gaslighting». Термин пришел к нам из английского языка — это название пьесы «gaslighting», и на русский язык пьеса была переведена как «газовый свет». Идея заключается в том, что героиню буквально свели с ума, постоянно подвергая тестам, подвергая сомнению ее собственную адекватность. И несмотря на то, что сам термин «gaslighting» — он относительно нов, способ взаимодействия с людьми, разрушающий тактичный способ взаимодействия с людьми — он стар, как мир. Так возможно ли свести с ума человека? На самом деле, возможно. И уж точно можно разрушить самооценку человека, заставить усомниться, очень сильно усомниться в своей адекватности, в своих способностях и стать крайне зависимым и неуверенным в себе человеком. И ведь дело в том, что не нужно проходить никакие курсы садизма и токсичности, чтобы использовать этот метод. Но мы же сегодня будем говорить о том, как защитить себя, как помочь себе и как распознать, когда с вами обращаются, ну, скажем так, не очень этично. Так кто же использует такие методы разрушения чужой психики, чужой уверенности в себе, чужой личности? Как вы понимаете, люди неуверенные в себе, раненые и сами неадекватные. И мы сегодня поговорим о том, как распознать и что делать. Так вот, как распознается поведение, разрушающее вашу адекватность, вашу личность. Когда кто-то ставит под сомнение ваши чувства регулярно, говорят о том, что ваша реакция неадекватна, что вы неадекватно реагируете. Когда человек ставит под сомнение вашу память и нередко что-то вам, сказав в прошлом, говорит, что этого не делал. Или говоря, что с вами чего-то не случалось или какой-то ситуации не было, хотя она была. Человек, который говорит о том, что вы неадекватны, что вам нужна помощь. Человек, который говорит о том, что вы, в принципе, не обладаете каким-то очень важным навыком, какой-то важной способностью. Способностью рассуждать, способностью различать, способностью общаться. Так вот, такое частое повторение, особенно если вы это слышите от значимых для вас людей, которым вы, по идее, доверяете. Оно наносит вам непоправимый, а может быть поправимый, но все-таки очень серьезный вред. И вы должны сделать все, чтобы оградить себя от общения, от интеракции с такими людьми. Еще раз, если человек говорит вам, что вы неадекватны, если человек говорит вам, что ваши чувства неуместны, когда человек говорит о том, что вы как-то очень странно реагируете, переиначивает то, что было в прошлом, и порой достаточно просто взгляда. Когда он ничего не говорит, он на вас так посмотрел, что вы понимаете, что вы сейчас сделали что-то очень непонятное, что-то очень неправильное, что-то очень неадекватное. Пара хватает взгляда. Эффект значительно усиливается, если это не один человек, а несколько человек. И нередко — это бывает и в семьях — несколько человек, два-три могут сбиваться, так скажем, в группку для того, чтобы убедить в неадекватности другого. Это, если хотите, такой садизм. И говорят нередко о человеке в его же присутствии в третьем лице. «Ой, она у нас такая-то» или «он у нас такой-то». Или говорят о том, что «ты неадекватен, и ты здесь не принадлежишь» именно по причине своей неадекватности. Очень важно понять, что подобная ситуация разрушительна для личности, для психики человек. И если вы находитесь по какой-то причине в такой среде, вы должны сделать все, что возможно, чтобы там больше не находиться. Но бывает так, что видео смотрит, предположим, подросток, который не может уйти из семьи по причине своего несовершеннолетия, по причине неспособности себя финансово поддержать, то здесь мой совет следующий. Помогайте себе, помогайте себе, даже просматривая подобные видео, изучая психику, понимая, что может руководить людьми, изучая себя и каждый раз фильтруя то, что вам говорят, делая выборы за себя. А вы как о себе думаете? Это разрушающая обстановка. И как только у вас будет возможность, то займитесь тем, чтобы, скажем так, подправить эти вмятины в своей самооценке, в своей, если хотите, психике, в своем мировосприятии и восприятии себя. Здесь коварный момент следующий, что если человек пускает на самотек, если он начинает верить и становится жертвой в этой обстановке, а, как правило, в таком человеке и взращивается жертва, то со временем можно довольно серьезно расшатнуть свою психику, очень серьезно усомниться, на самом деле усомниться своей адекватности. И даже возникает вопрос, а в порядке ли все с моей головой? А может быть, я сумасшедший? А может быть, я неадекватен? А может быть, я какой-то действительно неправильный? И так далее. И здесь самый важный, самый первый совет — это уходить из таких ситуаций, прекращать общение с такими токсичными людьми. Я понимаю, что порой это может быть болезненно, потому что это близкий родственник, а может быть, даже несколько близких родственников. Это может быть даже ваш избранник, муж или даже жена. Но, вы знаете, нередко попадая в отношения, человек не замечает, как его самооценку разрушает. И приводит к мысли, что «ты какая-то не такая», «ты никого не найдешь», «да кому ты такая нужна?» или припугивает тем, что оставит. И неизбежно восприятие человека себя меняется. Если это женщина, то ее восприятие своей женственности меняется. Человек действительно начинает проседать, проседать в плане самооценки, проседать в плане того, на что он претендует в жизни и чего он достоин. И, наверное, правильно будет задать вопрос себе в первую очередь, стоит ли оставаться в таких отношениях. Я вам предлагаю сделать ревизию. Ревизию своей жизни, своего окружения и спросить себя, есть ли люди, которые меня реально ослабляют, подвергают сомнению то, что я думаю, то, что я говорю, кем я являюсь, заставляют усомниться в моей адекватности, говорят о том, что мои реакции, мои эмоции неважны, неуместны, странны. Или кто-то говорит, что вы глупы и ставит под сомнение умственные способности. Или регулярно ставит под сомнения ваши цели, ваши желания и мечты. Еще раз, такие реакции, разрушающие вашу личность, могут исходить как от ваших родственников, так и от ваших друзей, так и от ваших избранников или от кого-то еще, начальства. Заметьте, есть ли кто-то в вашей жизни, кто разрушает вашу самооценку, кто ставит под сомнение вашу адекватность или как-то заставляет вас плохо себя чувствовать. И запомните, что вы имеете право исключить таких людей из своей жизни. И, повторю, это важно сделать так или иначе. Либо расставить на места ваши взаимоотношения и договориться, на каких условиях вы будете общаться, на каких не будете, особенно если это ваши родственники. Или действительно уйти из той ситуации, которая для вас болезненно и вас травмирует. Запомните, это действительно травмирующая ситуация. Не бывает так, что кто-то вам говорит что-то о вас нелестное и как-то разрушает вашу самоуверенность, а вы думаете, что это, ну, ничего страшного, он такой человек, у него такой характер. Нет, позаботьтесь о себе. Вы должны свой сад, свой мозг, свои мысли беречь, взращивать. И вы должны каждый день напоминать себе, что то, что вы впускаете в свой мир, в свое сознание, формирует не только вас, формирует полностью вашу реальность. Поэтому делайте правильный выбор. А я желаю вам в этом мудрости и достаточной любви к себе и понимания того, что вы всегда найдете тех людей, которые способны вас поддержать или, как минимум, не будут вам мешать. И напоследок еще один очень важный момент. Если вы как раз таки и узнали себя, и относитесь к тем людям, которые испытали на себе такую жестокость, а это по-другому не назвать, если вы, возможно, жили или долгое время находились рядом с токсичными людьми, спросите себя, а к кому вы сегодня, возможно, относитесь так же? Не разрушаю ли я сегодня что-то самооценку, что-то уверенность в себе? Возможно, я так поступаю со своим ребенком, со своей подругой, со своим подчиненным или со своим любимым человеком. Задайте себе этот очень честный, важный вопрос. А сейчас я предлагаю всем, кто слушал это видео, внизу в комментариях написать, что сегодня в вас отозвалось, что вы услышали. Я уверена, сейчас вы услышали что-то очень важное для себя. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok